Если вы собираетесь в ближайшем будущем сдать кровь для кого-то, то вам в помощь наш следующий сюжет. В нем мы развенчаем мифы о донорстве и проследим путь крови от донации до отправки. Смотрим. Мы находимся на станции переливания крови. Я стать донором сегодня, к сожалению, не смогу, потому что нужно было заранее сдать кровь на обследование. И это первый факт о донорстве. Кровь обследуют минимум за два дня до процедуры. За это время определят ее группу, резус-фактор и убедятся, что донор здоров. Владимир Ефремов уже прошел обследование. Он сегодня делится кровью уже сороковой раз. Я вот когда долго не сдаю кровь, мне как-то чувствуется плохо по себе, не по себе. Надо вот как будто надо сидеть и сдать кровь, чтобы себя хорошо чувствовать. Сдать кровь значит продлить жизнь и не только человеку, попавшему в беду, но и себе. Уже доказано, активные доноры в среднем живут на пять лет дольше, легче переносят кровопотерю и почти не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вернемся к Владимиру. Его кровь уже собрали, зарегистрировали и отправили на весы. Уровновешиваю, чтобы был ровный вес и ставлю в центрифугу для того, чтобы произошло разделение. Эта центрифуга – настоящие американские горки. Кровь раскручивается с огромной скоростью и делится на компоненты, ведь цельную не хранят. А после эти мешки погрузят вот в такие фракционаторы. Выделят плазму, тромбоциты и ретроциты. Самое популярное в Тюмени, так же, как и во всей, наверное, России, это первая и вторая группа крови. Мы стремимся к тому, чтобы 100% фильтровать всю кровь. Значит, лейкофильтрация помогает нам избежать впоследствии осложнений у рецепиента, потому что фильтры остаются все лейкоциты, которые несут на себе различные вирусы. Выделенную плазму отправляют на шоковую заморозку при температуре минус 40 градусов. Так компонент сохранит белки и факторы свертываемости. А после каждый мешочек выдержит карантин не менее 120 суток. В данном холодильнике хранится свежезамороженная плазма. В таком виде она может храниться 3 года. Плазма, так же, как и все компоненты, хранятся с учетом группы крови. То есть она обозначается на марочке. Вот, в таком виде мы ее можем 3 года сохранить и в любой момент выдать в лечебное учреждение для переливания. А вот эритроциты не замораживают. Хранят при плюсовой температуре до 42 дней. Срок годности тромбоцитов выйдет через 5 суток. Запас пополняется ежедневно. В банке крови всегда хранится минимум 200 литров. Ведь никто не знает заранее, какая группа крови потребуется для спасения жизни.